На час с лишним было заморожено движение по одной из самых оживлённых магистралей города. На место прибыли представители районных властей и полицейские. Квадрат сгоревших рынков был срочно отцеплен специальным отрядом быстрого реагирования. Торговцев мало волновало, что кто-то опаздывал на работу в поликлинику или в школу. Они настаивали, чтобы к ним вышли руководители рынков, которые, по их мнению, виновны в случившемся. О многочисленных нарушениях правил противопожарной безопасности, допущенных администрацией сгоревших рынков, никто из предпринимателей не знал. Мы только вчера узнали, что рынки работали незаконно. Мы бы с удовольствием работали в уютных торговых домах. Пусть только построят и переселят. Здесь нет ни одной здоровой женщины, так как нет никаких условий. И в жару, и в холод стоим. Готовых подождать и переехать в более комфортные условия, которые предлагает городская программа модернизации рынков, среди них немало. Но есть и те, у кого нет времени ждать. Мы китайцам должны, мы им должны деньги тоже отдавать. Возможно, торговцы еще не знают, что городские власти уже подыскивают торговые места для погорельцев на других рынках и ведут переговоры с банками, чтобы предпринимателям отсрочили выплаты по кредитам. К тому же при житый Сузском районном Акимате два дня, как действует специальный штаб. Но пока мало кто из пострадавших обратился за помощью. Вместо конструктивного решения проблем торговцы пытаются попасть на уничтоженные огнем рабочие места. Вчера создан штаб в Акимате. Значит, все вопросы, которые касаются погорельцев, будут решаться в Акимате. Значит, позиция первая. Пока дознаватели полностью не дадут нам причины пожара, никто заходить не будет. Это первое. Второе. Нет, меньше. Второе. Значит, красная линия после обеда, значит, приедет представитель УЗО, отметит нам красную линию. Отказ до красной линии никаких строений не будет. Причина, по которой 13 сентября сгорели сразу несколько рынков Алматы, пока не установлена. На месте ЧП уже несколько дней работают дознаватели противопожарной службы. Пока рано делать какие-либо выводы, говорят специалисты. Как предполагают сами погорельцы, пожар возник из-за ремонтно-сварочных работ. Напомним, по факту пожара, а также в отношении руководства рынков, за несоблюдение противопожарных норм возбуждены уголовные дела. Айбану Анарбаева из Киндер Тогу Спаев, телеканал Алматы.